Весенняя уборка Самары набирает обороты. Глава города увидела, как идут работы в Куйбышевском районе. Ремонтируют участок от Солнечной до Тополей. В Самаре стартовал ремонт дорог литым асфальтобетоном. Мера временная. Почему на Нововокзальной исключили поворот на Старозагору? Женщины Самары принимают поздравления. Накануне самого нежного женского праздника губернатор Дмитрий Азаров отметил лучших. Состояние здоровья спорту не помеха. Для детей с ограниченными возможностями прошли веселые старты. Газоны, освобожденные от снега. В Куйбышевском районе началась подготовка к месячнику по благоустройству, который по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова стартует уже 16 марта. Качество работы в микрорайоне Волгария оценила глава Самары Елена Лапушкина. Какие работы уже выполнили в районе, а какие еще только предстоит, увидел Андрей Горгуленко. У домов на улице Татищева газоны уже совсем зеленые. Дворники разворошили почти весь снег. Мини-погрузчик убирает его с тротуаров, большой трактор очищает проезды. В микрорайоне Волгария управляющая компания уже вовсю готовится к месячнику по благоустройству, который в этом году и за теплые зимы стартует 16 марта. Некоторые сезонные работы, например, покраску пандусов, начали даже раньше. Но обещают, на хороший результат это не повлияет. Ну, уже просто пробовали на других адресах. В принципе, она такая, до минус пяти краска. Качество уборки проверила глава Самары Елена Лапушкина и пообщалась с местными жителями. Они говорят, что претензий к управляющей компании нет. Ее сотрудники всегда ответственно подходят к своей работе. Зимой вот снег, а у нас чистый асфальт, всегда чистый. Честное слово. Нет, нормально. Однако у главы города замечания после объезда остались. Во дворе в глаза бросается невзрачный киоск. Директор управляющей компании говорит, что его установили временно, когда в микрорайоне еще не было других магазинов. Вы смотрите сами, насколько этот киоск востребованный. Если он востребован, то приведите его в порядок. Как отмечает глава города, судить обо всей картине по этим дворам нельзя. В некоторых районах ситуация пока не такая благополучная. А значит, впереди много сезонной работы. В городе уже стартовал ямочный ремонт дорог, идет проливка дождеприемников, особенно в низинных местах в Куйбышевском и Кировском районах, чтобы растаявший снег быстрее уходил с улиц. После этого уже начнется серия традиционных городских субботников, где будут убирать мусор с газонов, белить деревья и готовить Самару к майским праздникам и летнему сезону. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Пифанов. События. В Самаре дорожники выполнили 70% работ по аварийно-ямочному ремонту. Еще предстоит отремонтировать тысячу квадратных метров дорожного полотна. Сегодня приводили в порядок улицу Георгия Димитрова. С места событий Елена Малютина. У работников дорожного хозяйства работы прибавилось. Ликвидируют появившиеся после зимы ямы, которые могут влиять на безопасность дорожного движения. В среднем на ремонт одной такой выбойны уходит 15 минут. Самарские дороги Сергей Гузанов ремонтирует 23-й год. Говорит, работать мешают припаркованные автомобили и нерадивые водители, которые не хотят переставить машину. Несмотря на это, дорожники выполнили 70% работ по аварийно-ямочному ремонту. Еще предстоит привести в порядок тысячу квадратных метров улиц. В преддверии месячника по благоустройству, который официально стартует 16 марта, горячую литую асфальтобетонную смесь сотрудники МП благоустройства укладывают на улице Георгия Димитрова. Ежедневно в круглосуточном режиме приводят в порядок дороги города пять бригад из МП благоустройства. При влажном основании можно 150% укладывать. В лужу сначала ее, естественно, надо выместить, а потом уже можно для этого и предназначена асфальтобетонная смесь, чтобы делать ее вот именно при низкой температуре и при большой влажности основания, чтобы она оттуда все выпаривает. Там рядом с ней даже есть две карты, которые я позапрошлый год вложил, и они держатся. Аварийно-ямочный ремонт проведут более чем на 60 дорогах города. По 30 объектам работы уже завершены. Сейчас приводят в порядок улицы Карбышева, Грозненскую, Обувную. Специалисты поясняют, ямочный ремонт – это только первый этап работ. В этом году зима достаточно теплая у нас была. Ремонт поддерживающий. Объекты выбираются на основании обследований регулярных МПУ дорожных хозяйств с учетом мнения жителей нашего города и органов ГИБДД. Все работы планируют завершить к 31 марта, после чего дорожники приступят к ремонту дорог картами. Елена Малютина, Максим Гусев. События. В этом году в Самаре появится несколько новых светофоров с дополнительными секциями и пешеходные переходы нового формата. Об этом рассказали на встрече общественников с представителями Департамента транспорта и ГИБДД. Светофор установят на самых аварийных участках, например, на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Нового вокзальной. Как это повлияет на безопасность на самарских дорогах, расскажет Андрей Горгуленко. Тех водителей, кто давно не выезжал на улицу Новую вокзальную, сейчас на пересечении с Карла Маркса ждет сюрприз. Поворот налево на этом перекрестке запрещен, если вы двигаетесь со стороны Старозагоры. Сделано это из-за того, что при совершении данного маневра высока вероятность попасть в аварию. Но некоторых водителей ни светофор, ни знаки перед перекрестком не смущают. И они нарушают правила дорожного движения, рискуя своим здоровьем и железным конем. Меж тем неудобства придется терпеть недолго, поясняют в департаменте транспорта. На пересечении проведут реорганизацию движения, добавят выделенные полосы для поворота налево. Это снизит количество аварий и увеличит пропускную способность дороги. Пока левый поворот исключен, я повторюсь, это временная мера. Левый поворот, скорее всего, будет возобновляться при условии, что будет построена дополнительная полоса для левого поворота. Потому что в сложившихся условиях выделить левый поворот не получается. То есть транспортные средства, ожидающие разрешенного сигнала для левого поворота, закрывают возможность для движения в прямом направлении. По одной полосе улица не справляется, возникают задержки в движении. Подобная реорганизация дорожного движения уже помогла снизить аварийность на других перекрестках. На пересечении Антонова-Овсеенко и Карбышева светофоры оборудовали дополнительными секциями и добавили полосы для поворотов. Также теперь есть светофорная секция для поворота налево на пересечении Масленникова и Подшипниковой. Сейчас современные технологии позволяют устанавливать современные контроллеры, которые позволяют, в принципе, задавать любые режимы работы, любое количество фаз работы светофора. И изменение режима работы светофора позволяет нам на тех или иных перекрестках достичь максимальной безопасности дорожного движения. Аварийность снижают и отремонтированные дороги. Сотрудники ГИБДД отмечают, что на улицах в историческом центре города, которые были приведены в порядок к Чемпионату мира по футболу, стало меньше ДТП. Поэтому инспекторы регулярно проводят осмотр дорог, особенно в местах повышенной аварийности, чтобы выписывать предписания и рекомендации, где ремонт необходим больше всего. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В Самарской области разыскивают мужчину, который незаконно завладел чужой банковской картой. В распоряжении оперативников оказалось видео, на котором он расплачивается ей в магазине. В полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что у него пропала карта, после чего на телефон стали приходить сообщения о снятии денег. Полицейские установили места, где мошенник воспользовался чужой картой и составили ориентировку. Приметы подозреваемого – рост 175 см среднего телосложения. Волосы темные, стрижка короткая, одет в куртку черного цвета, синие джинсы и черные ботинки. Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о мошеннике, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам, указанным на экране. Помочь бизнесменам выйти на международный рынок, провести серию образовательных семинаров и обеспечить льготное финансирование предпринимателей. В администрации Самары обсудили планы реализации нацпроектов на 2020 год. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Увеличить количество предпринимателей и вывести из тени бизнесменов-нелегалов. Это одни из главных задач на 2020 год для сотрудников профильных департаментов Самарской администрации. Кроме того, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин, самарские бизнесмены смогут рассчитывать на льготное финансирование и бесплатные образовательные программы. Я готова предложить целый ряд мероприятий. И в первую очередь, конечно, в центре «Мой бизнес» Самары и по районам. Поэтому здесь от коллег ждем заявок на мероприятия, на те темы, которые интересны вашим предпринимателям. По словам главы Департамента эконом-развития Владислава Зотова, Самарская область является одним из лидеров по реализации нацпроектов. Целевые показатели выполнены на 100%, и в нынешнем году планка будет неуклонно расти. Мы успешно выполнили все показатели в прошлом году. То есть все показатели выполнены на 100%. Планы на 2020 год темпы не снижаются. Национальные проекты у нас будут действовать вплоть до 2024 года. В мае для самарских предпринимателей проведут крупный бизнес-форум «Линия успеха», на котором будут присутствовать первые лица города и региона. Сейчас организаторы готовят программу. Участники посетят бесплатные семинары, тренинги и мастер-классы, на которых выступят авторитетные эксперты из мира экономики и бизнеса. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. До самого нежного праздника весны, 8 марта, остается два дня. Прекрасная половина жителей Самарской области уже получает поздравления. Награды женщинам разных профессий вручил губернатор Дмитрий Азаров. На праздники побывала наша съемочная группа. В преддверии Международного женского дня по традиции в Самарском театре оперы и балета большой праздник. В год юбилея победы в Великой Отечественной войне особое внимание ветеранам. Губернатор Дмитрий Азаров вручает юбилейные медали. Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Петровна Бердникова, будучи 12-летней девочкой, работала в тылу наравне со взрослыми. Шила теплую одежду для солдат. Признается, вспоминать то время тяжело, но уверена, сохранить историю для будущих поколений необходимо. В 75 лет мы живем под мирным небом. Важно помнить наших предков, наших солдат, воинов, которые прошли такой тяжелый путь. И в основном большинство сложили свои головы. Мало кто вернулся и дожил до сегодняшнего дня. Очень важно помнить о них. Заслуженные награды получают также врачи, учителя, работники промышленных предприятий и сельского хозяйства, деятели культуры и искусств, многодетные мамы. Женщина всегда олицетворение семьи, любви, весны, юности, хранительница очага. И, конечно, с особым трепетом мы относимся к женщине, к матери. Благодаря вам развивается экономика. Благодаря вам каждый человек в нашей губернии чувствует заботу и доброту. Благодаря вам преображается наша земля, реализуются проекты по благоустройству дворов, улиц и общественных пространств. И я вас сердечно благодарю за эту работу на благо родного региона. Спасибо вам. Все участницы праздника получили от главы региона приятный подарок. Кадеты вручили всем присутствующим женщинам цветы. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. У мужской профессии женское лицо. Людмила Юданова руководит транспортным цехом компания-перевозчика ТКО 8 лет. В ее подчинении более 100 человек. Как хрупкой женщине удается успешно руководить мужским коллективом, узнала Лариса Шлафаст. Рабочий день Людмилы Егоровны Юдановой начинается с 8 утра. Исполнительный директор компании-перевозчика твердых коммунальных отходов следит за координацией действий всех служб предприятия. Вовремя ли машины вышли в рейс и успели ли очистить все площадки. В ее подчинении больше 100 человек, в основном мужчины. Также на контроле сотни спецмашин. Многие считают, что стоять во главе такого коллектива женщине тяжело. Но Людмила Егоровна говорит, что следить за чистотой – это как раз женская обязанность. Мне в этой должности комфортно, скажем так, потому что все равно здесь самое главное – вовремя убраться, прибраться, чтобы было везде, как говорится, чисто. Поэтому женская работа очень даже. В преддверии Международного женского дня сотрудники компании решили порадовать руководителя. Хотя погода пока теплом не балует, коллеги дарят Людмиле Егоровне хорошее настроение и букет цветов. Добрый день, Людмила Егоровна. Добрый день. Неожиданно и приятно. Решили вас поздравить с 8 марта. Спасибо, Господи. Всего вам хорошего. Спасибо, спасибо. Очень компетентный человек. Всегда выйдет и поможет в трудную минуту. Даже словом поддержит. Может, немножко такая серьезная женщина. Может и поругать, если провинишься. Может и поддержать. Международный женский день Людмила Егоровна планирует провести в кругу семьи с детьми и внуками. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Представительниц слабого пола накануне 8 марта волнуют отнюдь не женские темы. Самые популярные запросы в Яндекс от женщин – как просверлить стену и сделать ремонт всей квартиры. Если верить статистике, интересы женщин в интернете практически не отличаются от мужских. Они также интересуются автомобильной тематикой. К примеру, делают запросы о том, как правильно хранить зимние колеса в гараже. И как узнать, на кого зарегистрировано авто. Близка женщинам и тема рыбалки. Их живо волнует вопрос, как выбрать правильный эхолот. Париться женщины любят, особенно в бане. Причем они готовы не только грамотно замачивать веники, но даже построить баню собственноручно. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области в Курумыче транспортные полицейские выявили факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Во время проверки находящегося на территории Международного аэропорта цеха по производству бортового питания были обнаружены продукты, которые хранились с нарушением норм. Обнаруженные сухофрукты, приправы, рыбные полуфабрикаты, колбасные изделия, грибы, соусы и сыры оказались с просроченным сроком годности. С отсутствием маркировки хранились с нарушением температурного режима. Установлено, что некачественное питание было реализовано. Некачественная продукция была изъята из оборота для уничтожения. Собранные материалы будут направлены в управление Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер. ДТП с переворотом произошло сегодня на улице 22-го парксъезда. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях. Около рынка Норд машина от столкновения упала на крышу. Второй автомобиль, у которого смягся капот, оказался на трамвайных путях. Движение общественного транспорта было временно затруднено. Информация о пострадавших уточняется. По предварительной информации, с места аварии увезли водителя. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все подробности произошедшего. 21 год колонии запросила обвинение в Ленинском районном суде. На скамье подсудимых оказались страховые мошенники. 13 человек, которым вменили участие в преступном сообществе. Правоохранители считают, что подсудимые оформляли поддельные документы о ДТП и предоставляли их в страховые компании для получения выплат. Потерпевшими по этому делу признано несколько страховых компаний. Среди подсудимых – пятеро бывших полицейских. Они, по версии государственного обвинения, виновны в служебных подлогах, 60 случаях страхового мошенничества, а также в превышении должностных полномочий. В Самаре объединят две стоматологические поликлиники. Детскую поликлинику номер 4 промышленного района присоединят к городской поликлинике номер 1. Таким образом, дети и взрослые будут лечить зубы в одном учреждении. Штат детской стоматологической поликлиники перейдет в поликлинику номер 1. Объединение должно завершиться к июню 2020 года. Реорганизация проводится в целях оптимизации стоматологической службы Самарской области. Из Сызрани в Самару на старинном поезде. В мае 2020 года планируют пустить паровоз, созданный во время Второй мировой войны. «Лебедянка» выйдет в рейс 7 мая. Тянуть за собой грузовой паровоз будет поезд «Победа». Помимо этого, будут организованы экскурсионные группы, для которых начнут ходить скоростные электропоезда из Сызрани в Самару. Акция приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Речные омики Речные омики в ближайшие дни начнут ходить до Рождествена. Наладить речную переправу поручил губернатор Дмитрий Азаров. Сейчас они доплывают только до Подгалятина. Оттуда пассажиры идут пешком по берегу, по льду и рыхлому снегу. Чтобы открыть и водную переправу, по льду Рождественской Воложки пустили ледокол. В этом году движение речных судов началось раньше обычного. Причина – аномально теплая зима и ранняя весна. Лед на Волге сошел еще в феврале. И это создает неудобства для катеров на воздушной подушке. Сейчас на окружающих реку протоках идут работы по вскрытию ледяного панциря. Необходима перевозка людей в Рождественную, Самару. Ускорить перевозку пассажирского потока. Спорт для всех. Дети с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в городском спортивном празднике. Он прошел на стадионе «Торпеда». На финише участников встречал Сергей Кизоркин. Зимний старт и городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел на стадионе «Торпеда». Сюда приехали сборные команды со всех районов Самары. Для одних – это первое соревнование, а для других – это просто развлечение, выходной день. Я все остальное соревнование в первом месте на год. У Руслана Гюлумова проблемы со слухом, однако это не мешает ему побеждать на соревнованиях по гольфу и плаванию. Вот и городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья пропустить никак не мог. Ради удовольствия с одноклассниками из 117-й спецшколы прошел все аттракционы. Тренер Татьяна Леонтьева уверена, физкультурой и спортом могут заниматься все, вне зависимости от состояния здоровья. У меня пять человек, которые имеют спортивные разряды. Мы постоянные участники первенства России здесь у нас в Самаре, которая проходит на территории школы-интерната номер 117. И дети, которые проходят через занятия физкультурой и спортом, они намного быстрее реабилитируются в этой жизни. Они социализируются, они после школы нашей выходят полноценными гражданами нашего общества. Спортивные праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья традиционно проводят городской спортивный лагерь «Олимп». Каждый сезон на таких площадках школьники приобщаются к здоровому образу жизни и физкультуре. Бок о бок со здоровыми детьми. Это нужно делать, во-первых, а во-вторых, ребята очень активно участвуют всегда и показывают очень хорошие результаты. Это очень хорошая социализация для ребят, и они участвуют вместе с обычными детьми и становятся здоровее, веселее и живут полноценной жизнью. Безусловно, Департамент физической культуры и спорта уделяет огромное внимание для того, чтобы для лиц с ограниченными физическими возможностями были в нашем календаре предусмотрены спортивные соревнования. Самарским паралимпийцам скучать не приходится. Турниры по разным видам адаптивного спорта проходят в городе круглый год. Нужно только успевать переобуваться. К примеру, из лыжных ботинок – футбольные бутсы. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Баскетбольная «Самара» продолжает побеждать на родном паркете. На этот раз им сдался почти без боя гость из Южно-Сахалинска – команда «Восток-65». Сергей Кизоркин наблюдал за ходом принципиального матча. Баскетболисты «Самары» на правах чемпионов страны начали игру против сахалинской команды «Восток-65» на своей площадке в МТЛ-арене, уверенно забрасывая мячи из трехочковых зоны. Снайперами выступали Игорь Смыгин и Владимир Печкуров. Нагнетал обстановку и американец Байден Яксон. Гости были в шоке от такого натиска. «Самара классная команда. Как ни крути, прошлый чемпион. Опять же, возможные и хорошие, так скажем, перспективы в этом году. «Самара» забила много сложных мячей. Мы сложные мячи не забили. Играли одинаково, только они забивали, а мы нет». Уверенно завершив первую четверть со счетом 27-15, «Самара» неукоснительно выполняла установку главного тренера Иго-Второй. Болельщиков вновь радовала своей слаженной игрой пара «Глазунов-Яксон» 47-37. «На сегодняшний матч у нас был настрой после двух поражений подряд. Мотивация запредельная. Мы не могли дома проигрывать ни в коем случае. Хотели хороший баскетбол показать, в первую очередь от защиты. Я считаю, что нам сегодня получилось это». Начало третьего периода осталось за «Востоком» 65, но затем «Самара» вернулась в игру и на табло уже светилось 68-47. Счет после третьего периода. Концовка матча прошла в комфортной обстановке для волжан. Разница в счете держалась у отметки примерно в 20 очков. Шансов спасти матч у гостей практически не было. 80-66. Важная победа «Самары». «Будем надеяться, что с таким же настроем, с таким же настроением мы выйдем против следующего соперника, который очень важно победить в этой игре для нас. Конечно, хочется матч-реванш и победить этого соперника». Следующий матч «Самара» проведет уже в пятницу, 6 марта. Она примет «Спартак Приморья», с которым делят первую строчку в турнирной таблице. А 12 числа в четверг на том же месте, в тот же час, «Самара» сыграет второй матч финальной серии Кубка России против команды «Темп» с ОМЗ УГМК. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гиз» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютюбе. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!